Всем привет! Меня зовут Кирилл, я гид и руководитель Камчатка Фрейд Комьюнити. И сейчас я хочу рассказать про все варианты наших групповых недельных фрирайд программ в этом сезоне. Для начала стоит отметить, что все наши программы восьмидневные, они проходят с воскресенья по воскресенье. Это сделано так, чтобы задействовать минимальное количество рабочих дней, потому что мы понимаем, что у всех работа, да, и в общем с отпусками сейчас не так уж и просто. Группы мы селим в наших гостевых домах Гранинхаус и Бэйхаус. Дома располагаются на берегу Лаваческой бухты с очень красивым видом на бухту, именно Виллический вулкан. Все наши программы это, в общем-то, микс активностей фрирайдовых, которые возможны на Камчатке. Это скитур, это заброски снегоходами, это хелески. Скитур, это самостоятельное восхождение к месту начала спуска. За программу в однодневную скитура группа может сделать 1-3 спуска. Это зависит от высоты горы, на которой идет группа, и от физической подготовки участников группы. У нас есть несколько основных локаций для скитура. Есть районы, на которые можно добраться на машине. Это трасса в поселок Узбор-Шерецк. В этом районе преобладает лесная местность, но с очень комфортным расстоянием между деревьев. В этом году мы пробуем новый формат скитура с заброской в район катания вертолетом. Как это будет происходить? Мы все садимся в вертолет, он нас завозит в район катания, высаживает на какой-нибудь вершине. Мы спускаемся вниз, делаем полноценный хели-спуск. Далее достаем снаряжение для скитура либо кантри, это снегоступы, комуса. И, в общем-то, выходим в сторону дороги, преодолевая одну-две вершинки и скатываясь с них. Ну, то есть, получается такое очень прикольное путешествие с использованием вертолета, машины, пешком. Мне кажется, будет очень классно. Что касается требований к участникам для скитура, то тут нужно понимать, что все-таки нам придется идти в гору от 2 до 4 часов, поэтому человек должен быть к этому готов и понимать, как это происходит. То есть, все-таки на скитур нужно приезжать уже либо с каким-то опытом, либо просто с какой-то обычной нормальной физической подготовкой. Следующая активность в формат фрирайда – это заброски снегоходами. В доставке в район катания мы используем пассажирские нарты. Это сани, которые прицеплены к снегоходу, которых находится там 2-4 человека. И привязано все снаряжение. За день можно сделать 6-8 спусков с перепадом высоты 300-500 метров, с длиной спуска километр-полтора. Понятно, что во время этой активности у нас предусмотрен полноценный обед, это нарезки, рыба, сало, супы с начинкой разной. Это крабовый суп, это уха, это шурпа. Это полноценное горячее питание, после которого снова хочется кататься и продолжать активность. Ахилески. Ну, тут, наверное, нечего объяснять. Это использование вертолета для доставки на вершину горы с последующим спуском. В день мы делаем от 7 до 10 спусков, в зависимости от отдаленности склонов и от высоты заброска. Вертолет — это максимально комфортное и быстрое средство передвижения. И благодаря вертолету мы можем за один день посетить разные локации. И, что немаловажно, хилески на Камчатке — это не только про катание, это и про возможность увидеть уникальные места и сделать спуск. То есть, например, мы можем спуститься к побережью океана, мы можем спуститься с активного вулкана, мы можем спуститься к горячим источникам и покупаться у них после спуска. И получается, что наши программы — это микс вот этих вот активностей просто в разном количестве. Сейчас мы просто пробежимся по ним, и я скажу, что в каждой программе включено. Первая программа — это Велком Камчатка. Здесь у нас два дня забросок снегоходами и два скиптура. Как раз-таки один с вертолетом, ну и один классический с машиной. Плюс в этой программе у нас предусмотрена снегоходная экскурсия по бережью океана, и мы можем сделать 2-3 спуска непосредственно к воде. Это очень красивое путешествие с такой вот камчатской фишкой — спуск к берегу океана. Еще раз оговорюсь, это не какие-то полноценные большие спуски вне трасс, — это спуски по пути маршрута, но при этом визуально будет очень красиво, и будет прикольные воспоминания и прикольная картинка на телефон. Следующая программа — это НЖ Камчатка. Здесь все просто. Два дня хелески, один день скитура и один день заброски снегоходами. Следующая программа — хелески. Здесь только хелески. 8 часов летного времени — это 3-4 дня вертолетного катания. Здесь доступны 3 района — это юг, запад и север. Это и большие вулканы, это и спуски к океану, и спуски с невысоких гор, но с интересным рельефом. На хелески, как я уже говорил, мы делаем 7-10 спусков. При этом у нас перепад высоты за спуск может составлять от 700 до 2000 метров. Длина спуска в таком случае будет от 3 километров до 6-7. Все, что связано с вертолетным катанием, требует уже все-таки определенного уровня фрирайда, плюс опыта фрирайда. То есть по-хорошему на хелески программы вы должны приезжать с уже уверенным катанием вне трасс. При этом рельеф на Камчатке намного проще, чем в других горных регионах страны. Если вы катаетесь в Красной Поляне под подъемниками, если вы катаетесь в Шри Геши по лесу, если вы катаетесь на Кавказе вне трасс, то Камчатка для вас точно доступна с точки зрения техники катания. То есть здесь нет каких-то супер крутых уклонов. В принципе рельеф на Камчатке это широкие кулары, это редкий лес, это относительно некрутые какие-то склоны. Если сравнивать с Кавказскими горами, то здесь все намного проще. Нужно понимать, что Камчатка с двух сторон находится по окружению водоемов, таких и океан, и Охотское море. Здесь очень часто бывают ветра. Чаще всего вершины вулканов, с которых хотят сделать спуск, они подзадутые, ну то есть как бы жесткий склон, наст. Поэтому не всегда мы катаемся с вершин. Обычно мы катаемся с высот тысячи-полторы, чтобы зацепить именно хороший снег, так, чтобы это было комфортно и безопасно. Нужно понимать, что, естественно, любой период времени может быть разный по качеству снега и по погоде. Можно попасть в супер идеальные условия по солнцу и мягкому снегу, а можно попасть в относительно пасмурную погоду с жестким снегом. То есть тут нет каких-то рекомендаций по дате приезда. Самый мой нелюбимый вопрос, это когда надо приезжать, чтобы зацепить идеальные условия. Таких практически нету. Там за последние пять лет всегда было все по-разному. Один год там февраль хороший, апрель не очень. Другой год март хороший, февраль не очень. В общем, тут не угадаешь. Вы должны быть готовы к тому, что иногда придется снег поискать. Но, допустим, вертолетное катание позволяет очень быстро менять локации и искать все-таки тот самый снег, за которым вы приехали. Естественно, снегоход не такой быстрый, как вертолет. В среднем добираться до района катания из города 2,5-3 часа. Для 6-8 спусков непосредственно на самом склоне необходимо 3-4 часа. Получается, что общее время нахождения на маршруте порядка 8 часов. Сезон мы закрываем программой сейлинга. Сейлинг – это путешествие на парусном катамаране в районе Бухты Русской и катание с ближайших склонов скитуром. Скитур, еще раз повторюсь, это самостоятельное восхождение вместо начала спуска. Как это происходит? Вы прилетаете в Петропавлск-Камчатский. Если погода позволяет, мы сразу едем на вертодром. На вертолете прилетаем в Бухту Русская. И 5-6 дней живем на катамаране. Каждый день поднимаемся на склоны пешком и спускаемся у них на лыжах снабодок. От 1 до 3 спусков. Это зависит от физической подготовки и желания участия. Кто-то может делать больше спусков, кто-то может делать меньше спусков. Помимо катания на сейлинге доступны достаточно много активностей. Это непосредственно выход на катамаране в море, потому что береговая линия очень красивая. Плюс мы можем увидеть морских животных. Это точно морские львы на мысе Кекурной. Возможно, мы можем встретить косаток, но это больше редкость в это время года. Также нам доступны каяки, сапы, костры, бани, прогулки на моторной лодке. Да и, в принципе, прикольное времяпрепровождение вдали цивилизации, но с комфортом. То есть мы живем на катамаране. 6 кают, 2 душа, 2 туалета. Повар, который нас кормит несколько раз в день. Ну и там хорошая компания, что может быть лучше, не знаю. Как бы это, по мне, так это самое прикольное закрытие сезона. И нужно расценивать вот именно сейлингу к кантри как путешествие-приключение с катанием, а не как там полноценный проект программы. Еще одна наша программа, которую мы закрываем сезон, она проводится в конце апреля, в начале мая. Это Wild Камчатка. Это микс программы хелиски и программы сейлингами. То есть у нас в этой программе 2 дня хели, перелет в Бухту Русская и 3 дня скептура с проживанием на катамаране. Основное отличие от сейлинга, на сейлинге мы только ходим пешком, все там 5-6 дней, а здесь у нас 2 дня вертолетного катания хелиски. То есть мы, получается, и катаемся достаточно много интересных, и именно вот это путешествие-приключение в самой Бухте Русской. Ну, вот эти 2 части, по мне, так это самая такая разнообразная программа по количеству разных активностей и увиденного вокруг. Для многих звучит, возможно, дико, что в конце апреля, в начале мая можно кататься в полноценном горах, но на Камчатке это возможно. Единственное, нужно понимать, что снег не зимний, не пухлый, а он весенний, но при этом прикольный, качественный, очень комфортное катание. И как раз-таки вот эти программы сейлинга, например, с таким снегом позволяют людям с небольшим уровнем во фрирайде принимать участие. Ну, в завершении хочется рассказать про нашу новую программу, это фрирайд-школа. В основном мы специализировались уже на людей с каким-то уровнем катания вне трасс, но все больше и больше приходит вопросов-запросов о том, можно ли приехать на Камчатку поучиться кататься. И мы решили в этом году сделать программу, которая все совмещает обучение фрирайду и путешествие по Камчатке. То есть во время пребывания мы увидим и вулканы, и океаны, и покатаемся вне трасс, но при этом сначала первые три дня мы будем учиться использовать вернолыжки либо несложные фрирайд-склоны для того, чтобы отработать базовые навыки катания вне трасс. Ну, в конце хочу сказать, что, еще раз повторюсь, у нас шесть программ на этот сезон, и, мне кажется, практически каждый человек может выбрать программу по своим каким-то интересам и запросам от начинающего уровня до продвинутого, от желания покатать на вертолете, либо на снегоходе, либо походить пешком. Я думаю, что мы все потребности закрыли. Если у вас есть какой-то свой запрос по какому-то наполнению программы, мы тоже сможем реализовать, мне кажется, любые какие-то пожелания и хотелось бы. Ребята, приглашаю вас в этом сезоне приехать на Камчатку, если вы еще не были. Если вы уже были, то вернуться, потому что здесь классно, интересно, красиво и можно хорошо покататься. Продолжение следует...